Сборная России Менее масштабные, но не менее серьезные успехи у Ростовского шоссейного клуба. На этой неделе они подвели итоги третьего гоночно-марафонского сезона. Что такое Ростовский шоссейный велоклуб? Это общественная организация, которая объединяет ветеранов, любителей и профессионалов велоспорта. По мнению Федерации велоспорта, таким образом должна быть организована работа любого клуба. Я считаю, что это образцовый клуб, образцовая организация. Это вполне самодостаточная, самостоятельная организация, которая сама решает свои проблемы, не надеется на помощь со стороны. Тем не менее, у нее очень неплохие результаты. Она объединяет ветеранов, очень много делает для ветеранского движения велосипедного. Короче говоря, так должен устроен быть велоспорт на всех уровнях. По итогам сезона 2013 года мы провели 10 марафонов, дистанции различные 200, 300, 400, 600 километров и 9 гонок индивидуальных разделок и групповых гонок. Была разработана система подсчета очков, баллов и сегодня наиболее отличившиеся будут получать призы, медали. 2013 год Ростовскому шоссейному клубу запомнился и громкими победами, и участием в важных стартах. Двое наших участников завоевали первые места в очень значимых марафонских дистанциях. В частности, Варлашин Алексей победил на марафоне 1200 километров на Алтае, Чуйский тракт называется. Он из 38 участников приехал первый с отличным результатом. Другой наш известный марафонец, водолага Вадим, занял также первое место на очень длительном супермарафоне, дальностью 3500 километров. Приехал менее 10 суток, приехал первый. Вот этим заполнился основные моменты года. Кроме того, наши участники настолько почувствовали себя неплохо, раскатившись на внутренних соревнованиях, что съездили в Москву на чемпионат России, съездили крымская весна-осень. Ну и на областных соревнованиях, благодаря федерации, областной федерации, которая приглашала нас и здесь, и в ближнем, возле Ростова, в радиусе 50-километровый Каменск, Цымлянск, также неплохо выступили. Свои награды получили 30 спортсменов. Вместе с поклонниками велоспорта итоги подвели Анна Глебова и Алексей Бабичев.